Друзья, всем привет! Сегодня у нас для вас очередной интересный видеоматериал. Сразу скажу, он будет необычный. Сегодня мы вам покажем производство сельхозпредприятия по производству вот таких вот гранул. Просто я вам сейчас для примера покажу, как любят, скажем, сельхоз. Да при чем сельхоз? Как любят животные? Вот такие вот, друзья, гранулы. На самом деле, многим будет интересно посмотреть, откуда они берутся. Ну и также, возможно, кто-то из вас рассмотрит, как одно из новых для себя направлений по сельхозпроизводству. Поехали! От килограмма до двух я даю на голову. То есть мы получаем цену за 7 килограмм 10 рублей. Но официально мы сейчас продаем по 19 рублей. Это вот Ахалтура, который привыкаешь очень быстро, а потом очень тяжело с ним. Ну, я на себе проверил. Большая проблема животного, даже на два дня на море уехать не можете. Такой завод с нуля поставить практически невозможно. Я так сказал. Перекрылась с собой. Мне нужна другая погода. Не 1 миллион рублей. Это, я думаю, под десяточку, да выйдет. Минимум. Настоящей, действенной поддержки льготы в той или иной форме я не получал ни разу. Да, я помню, ты мне рассказывал, когда я приехал за гранулами. Правильно вообще сказать, гранулами? Ну, наверное, теория по ГОСТу еще советского времени. Это называется витаминно-травяная мука. Вот. И гранулировать. Потому что в виде муки ее продавать неудобно. она занимает кучу места. Пересыпать ее тоже неудобно. Вот. И уже многолетний опыт в отрасли показалось, что все это подобные виды продуктов из муки всегда превращают в гранулы, чтобы пересыпать, транспортировать было удобно. Удобно было. Пыльности нету. А в нашем случае она в виде гранул еще и сохраняется лучше. Потому что чем меньше она контактирует, площадь контакта с кислородом, тем медленнее происходит распад основного ценного компонента этой травяной муки. Это каротиноидов. Это компонент, из которого составляется основной витамин группа А, витамина роста. Ну, вот мы привыкли, знаем, что весной бычка выпусти на лужайку, он зеленые травки покушает и сразу расти начинает. По калорийности вроде бы корм немногим больше, чем обычный сенаж, а потом видим, что растет прямо как на глазах. Это с чем связано? Вот наличие витамина группа А, витамина роста основного. Ну, он и сказывается, что животные начинают прибавлять сразу. Вот. И гранулы. Ну, мы-то обычно уже называем травяная мука. Вот. Хотя сейчас все говорят люцерна гранулированная. Люцерна это один из возможных компонентов. Может быть клевер, может быть разнотравие, могут быть практически любые культуры. Я уже шучу, что можем вот в луговую заехать, хоть амброзию накосить. Какая разница? Гранулу все равно получится. Только она будет горькая. Есть ее и никто не будет. Да, я никогда не захочет кушать. Но самое главное, что процесс грануляции с любой мукой может быть проделанным. В том числе и с нашей травяной. Реально интересно. Но я так понимаю, все-таки вот эти гранулы это основной конкурент идет сену. Ну, оба компонента делаются из одного сырья. Сено это всем известный продукт. Его можно сделать без наличия такого специального оборудования. Поэтому он и подкупает своим доступностью. Но у сена есть основной плюс и минус. Ну, плюс я сказал, что можно сделать ему самому. А минус в том, что вот этот витамин группа, столь важный, он в сене не сохраняется. Потому что он распадается во время сушки под ультрафиолетом на солнце. Да, у него есть небольшой плюс, там зато витамин D потом образуется. Ну, это уже для роста животного не столь важный компонент. Хотя он тоже... Но витамин D искусственным образом можно добавить. А витамин А, если вы добавляете в чистом виде, он выключает у животного другие функции. Там репродуктивную, еще кое-какую. И единственным правильным решением добавлять не чисто витамина, а добавлять каротиноиды, из которых витамина существует. Каротиноиды? Да, да, да. Ну, это вот те кубики, из которых витамина составляется. И он уже в организме формируется в единое целое в виде витамина. И все, и он эффективно работает. Это особенно востребовано, знаете, в каких отраслях? Вот хоть и траву едят обычно козы, утки, козы, коровы. Мы к этому привыкли. Но мой основной компонент – это птицеводы. Потому что коровы... Основной клиент. Основную долю вот моих продаж – это все-таки птицеводы. Потому что выпустить корову на лук и сено едать мы все можем. Ну, там силос, сенаж привести. А курицу мы так не покормим. Особенно в клетках, вот где... Броллерные какие? Броллерные. Где у нас большие, там, мега-фермы. Они все получают в виде своего уже комбикорма. А как в комбикорме добавить свежую траву? Вот единственный вариант – это наши гранулы. И они являются нашим основным потребителем. Они запаривают их или... Нет. Они же как делают? У них, там, широта, отруби, там, допустим, какие-то, ну, аминокислоты. Все. Они вот смешивают. Все это и проходит через миксер и дробление. И потом уже гранулируется, например, там, по 2-3 миллиметра, как курице надо, допустим. И вот этот полнорационный комбикорм, который они делают с использованием, в том числе, нашего компонента, они и дают им в виде кормушек. То есть, все-таки, основную пору этого производства – это, ну, скажем, птица и это промышленные все-таки, да? Ну, мы... Понятно, что в розницу мы можем и продаем любому желающему. У меня есть и соседи, которые по одному-два мешка маленьких могут заехать в выходные купить. У меня есть моя личная ферма «Козья», где понятно, что мне, как производителю гранул, проще всего, сыпануть им по одному килограмму на каждую голову, сделать это за 20 секунд и тем самым больше не возиться с кормлением животных. У них, например, солома там наша, да, мы там кинем по тюку туда каждые там две недели. Чисто для того, чтобы они жевали солому. Потому что сено можно уже не давать. Все, что есть в грануле, они прекрасно замещают сено. Ну, вот она свежескорная. Это люцерна. Да, это люцерна, вот ее листики маленькие. Да. Мы, так скажем, сейчас уже поздний укос, мы уже чисто по верхушкам работаем. Ну, я не знаю, просто нежнейшее отборное сырье. Белок у нас... Это топ. Ну, можно так сказать. Это лучшее, грубо говоря. Ну, вот в той фазе растения, которую мы косим, то есть даже еще цветение не начинается, как положено, там, в фазе до ботанизации, а то еще и раньше. Она так и должна быть, ну, влажной? То есть ее не сушат? Она и должна быть влажной. Любое растение сырое, оно всегда должно быть влажным. Вот. А сейчас вот установка вот лишнее обкидывает, скорость подачи регулируется, и она постепенно дальше на сушку продвигает. А как правильно высчитать, ну, к примеру, давай по примеру, у меня есть барашки. Как правильно высчитать, какое количество этих гранул нужно на одного барана, ну, условно? Ну, на практике, начну с практики, все приходит какой-то опытным путем, потому что вы считать, скорее всего, не будете. Потому что по ГОСТу обычно как? Берется полнорационный, требования полнорационному питанию конкретного животного. Там по каждому составляющему элементу, белок, там, энергетика, микроэлементы, витамины, там есть таблица требований. Вы подставляете те компоненты, которые у вас уже есть в рационе. Ну, например, у вас есть, там, допустим, кукуруза, у вас там есть в доступе сено, у вас там есть это. Вы эти три компонента добавили, подсчитали, и видите, что у вас по каким-то позициям вам не хватает, ну, для оптимального кормления каких-то значений. А какие-то с избытком, наоборот, у вас получается. Ну, вот, грамотный зоотехник, он и считает оптимальную схему, чтобы она не только покрывала необходимость в питании, но еще и была экономически целесообразной. Потому что понятно, что можно кормить шоколадом человека, но ничего, кроме ожирения, к этому не приведет. Да, надо все-таки где-то и хлебца, а просто водички попить и так далее. Так и с животными. Но в нашей ситуации все-таки таких игроков, кто считает, на рынке крайне мало. Ну, то есть те профессионалы, которые у нас нам 10-15 предприятий покупают, они уже все знают о нашем продукте. Им это объяснять не нужно. Они сами нам эти лекции читают. А для обычных людей, ну, вот, например, мы начали говорить про коз, от килограмма до двух я даю на голову. В день? В сутки? В день, да. И я этот рацион не меняю в течение года. То есть они у меня гуляют только для, так скажем, фитнес-тренировки. Давай посчитаем. Мне просто интересно тоже считать математику. Берем тюк сена. Тюк сена из опыта сколько стоит? Ну, небольшой, да? Тюк сена. Самая низкая цена сена, это когда вам звонит сосед, который только что его затюковал где-то на соседнем поле. Но я просто объясняю. Он говорит, я тебе продам за 4-5 рублей, но ты приедь на мое поле, сам его забери. И многие такие уже со стажем фермеры, которые животноводов держат, они так и делают. Ну, понятно, что надо купить, когда это дешево, заложить себе запасы и спать зиму спокойно. Но как только он перевез это себе на склад, еще 2 рубля прибавь, уже 6-7 получается. А сейчас никого не удивишь, там, ценой за тюк в 20 килограмм, там, в 200 рублей. То есть мы получаем цену за сену за килограмм 10 рублей. Ну, какое это сено еще всегда? Второй вопрос. Какая там концентрация? При стоимости в 200 рублей 10 рублей килограмм. Ну, выходит, да. Но... Эта продукция сколько стоит? Это вот сейчас самая максимальная наша цена. То есть мы в розницу... Ну, официально мы сейчас продаем по 19 рублей. То есть это... Ну, это... Это очень концентрированный... Концентрированная люцерна. Белок нам 22%. Я вам скажу, большинство сена, которое вы покупаете на рынке, сена, ну, гранула будет... Сена будет где-то в районе 15-13%, не больше. То есть если мы по этой формуле, по концентрации того же белка, как самого ценного компонента посчитаем, то мы увидим, что разница в цене уже компенсируется. То есть практически там 2 раза. Ну, а так, если просто считать, то все равно дороже. Но есть еще один момент, и любой животновод вам об этом скажет. Когда вы даете сено солому, то большая часть этого продукта затаптывается, теряется. Конечно, конечно. И это еще плюс 10-15-20% в зависимости от того, как хорошо у вас организовано кормление. Плюс хранение. Логистика ужасная с сеном. Все мы знаем, как тяжело перевести его. Это очень дорого. Как это на самом деле сложно. Еще чтобы там, не дай бог, пожара потом не случилось и так далее. Это помещение подготовки. С гранулами. Это вообще та халява, та халтура, к которой привыкаешь очень быстро, а потом очень тяжело с ним. Ну, я на себе проверил. Да, ты уже пробовал. Да, да. Это кайф. Ты подошел чистенько к мешочке, тебе надо 20 килограмм эти брать. У вас мерный стаканчик железный. Да, килограммовый у меня. Да, да. И это, конечно, комфортно. Это тоже ваше время и силы тоже чего-то стоят. Это раз. Во-вторых, я вам скажу так. Если уже замудрить ситуацию, у меня есть люди, которые кормят животных. Они утром пришли, кормушку заполнили, а здесь дозатор стоит. И у него таймер. Сейчас это в интернете все продается. У него он там, например, через 12 часов на 20 секунд запускается, он вращается и нужное количество высыпается. Ну, это совсем... Вот сеном, сеном вы так никогда не сделаете. Так это выход. Вот любой животновод вам подтвердит. Большая проблема животноводства не в том, что вы не можете, не любите этих животных, вы их любите, все. Но вы даже на два дня на море уехать не можете. Потому что... А здесь есть способы, вот с грануляцией, поилки, понятно, мы там уже давно автоматически у нас на рынке есть. Также с кормлением по гранулам можно вот такие кормушки ставить. А с сеном как? Никак. Ну вот, Иван, смотри, когда трава из приемника сырья поступает вот на этот транспортер, здесь производится дозировка необходимого количества. Ну, то есть механический привод, вполне надежное решение. Вот. По транспортеру дальше попадает вот в этот барабан сушки. Вот это все у нас пространство, это у нас газовая горелка, ну, камера, так скажем, теплогенератор. Вот у нас пламя начинается отсюда и иногда доходит отсюда. Максималка у нас 4,5 мегаватта. Здесь безопасно? Здесь безопасно, да. Я всем говорю, что по мощности это как 100 коттеджей. То есть обычно 45 киловатт это мощность обычного бытового котла. Вот. И за счет, ну, мы не всегда работаем на полной мощности, это не всегда необходимо. Но 50-70% загрузки обычно у нас нормой является. Там же у нас стоит демасос, который через чую систему прогоняет принудительно воздух. Воздух и забирается вот через эти жабры. По второму дну теплогенератора проходит, попадает в зону горелки и дальше по всей системе. Поэтому здесь не производится сильного нагрева. То есть можно коснуться, но да, тепло. Поэтому и у нас вот когда гранула пересыпается в этом барабане, он так устроен, что он сырую траву кидает обратно. А вот как она высохла и легкой становится, ее утягивает и она вылетает дальше. Ну, то есть механический такой физический закон, ничего сложного, там воздух в одну, барабан в другую, когда легким стало, оно бы летает. Поэтому трава, которая сухая, она здесь не задерживается в барабане, она улетает практически сразу. А сырая сохнет до тех пор, пока не станет сухой. Пока что сухой. Вот. Здесь у нас вот, ну вот видно, да, то есть язык пламени практически вот до суда доходит. То есть в принципе так, хорошая нагрузка для агрегатов. Там термостойкие сплавы, высоколигированные, стальные. То есть обычный металл, обычно там 2-3 недели работы, он там плавится и сгибается, сгорает. Ничего из всего хорошего не получается. И что вы делаете здесь? Ну, мы просто еще умудряемся находить еще запчасти старого советского производства. 30 лет уже прошло, а мы еще их находим. Вот. Есть еще колхозы окончательно не разграбленные. Кстати, порезать теплогенератор еще не так просто, потому что газовый резак его не всегда берет. Потому что сталь такова, что она туго плавкает. Ну ладно. И вот барабан. Да, барабан, дальше идет циклон. Продукт, как я сказал, воздухом вытягивается в большой циклон. В нем происходит оседание. Здесь это снемно-затвор. И уже без какой-либо тяги воздуха трава в виде сухого чайного листа, вот листика такого вот, в этом состоянии, попадает на дробилку. Ну, а дробилка все просто. Оно превращается в муку, и дальше воздухом поступает бункер-гранулятор. Оно присутствует, кстати. Я считаю, сено в любом случае нужно, даже если берешь грану, но уже не в таком объеме. То есть достаточно там на неделю утюг им кинуть, они сами его неохота, но чтобы что-то сжевали. Есть такое дело, двухкамерный желудок, так называемый рубец, там требуется попадание туда грубого корма. Потому что наша гранула, когда она, она во время производства превращается в муку, потом спрессовывается. Но как только она намокает, она превращается в кашицу мягкую. Она так, как грубый корм, не раздражает. Хотя она по классификации относится к грубым кормам, но вот этого эффекта раздражения рубца не происходит в той степени, как происходит от сена, либо салона. Поэтому для этого, конечно, я всем рекомендую. Да, гранулы вы будете кормить, они будут прекрасно себя чувствовать, но для того, чтобы это было все оптимально, все равно давайте им грубый корм. Но я вам так скажу, в Италии, я еще подсмотрел это по ютубу в свое время схему, они тоже загоняются на тему гранул, но они делают не чистый гранул из травы, из люцерны там или еще из чего-то. Они туда добавляют уже кучу других компонентов. И гранулы это основной их рацион. Плюс солома, которой у них там тоже много. И вот эти два компонента прекрасно закрывают. Вот у меня на этом рационе, мои козы сидят там уже порядка двух с лишним лет, я по динамике вижу, что у них нету ни появления новых болезней, у них прекрасное самочувствие, оплод у них хороший. По удоим я не вижу каких-то там перепадов больших, как вот бывает, зеленая травка появилась, молока много. Травка ушла, все, у них нет ничего. То есть я сижу на этом ровном рационе. И скажу честно, у меня не происходит вот этих колебаний, сюрпризов и проблем. Стабильность. Потому что те, кто молоком занимается, тоже знают эту проблему. У вас пик, вот эти перепады по сезону. Летом молока много, а сбывать его сложно. Потому что летом у всех квас, фрукты начинаются, и молоко спрос падает. Сейчас вот осень, наоборот, спрос идет на молоко, а молока, наоборот, не хватает. То есть, ну, это вот один из тех плюсов по нашей грануле, который вот из малого-малого-малого-малого складывается преимущество, которое, я считаю, там прекрасно компенсирует ту разницу в цене, которую на первый взгляд вы видите. О, курица. Ну, это мои дрессированные гуляют. Дикие? Не-не-нет. Кстати, всем рекомендую. Если мы-то, вот, кстати, по куриной теме, вот они, когда гуляют, мы все знаем, что они кушают, что хотят. Да. Это натуральный корм кушают. И вот всем при первой возможности советую завести 5-10 куриц домой, чтобы яички были без антибиотиков. Потому что вот эти узкое, плотное содержание куриц на любых птицефабриках, а тем более в южных наших регионах, вот, они вынуждают в той или иной мере постоянно добавлять антибиотики в рацион. А хотим мы этого или нет, в этих микродозах антибиотик транслируется потом в яйца, в мясо, курице. Мы его, когда кушаем, у нас, к сожалению, идет привыкание. И потом, не дай бог нам заболеть, антибиотики уже никакого такого эффекта не приносят при выздоровлении. Да и иммунитет сажается. Короче, все нужно есть свое. Да, да, я вот всех призываю к натуральным кормам, потому что для меня это фишка по моему продукту. Ну, что мы это делаем просто из травы, то, что в ней есть, и ничего туда никогда не добавляем. Это мука. Да, да. Мука. Вот у нас участок грануляции. Вот в этот верхний бункер поступает мука после дробилок. Да, вот этими системой приводов, снеков регулируется объем подачи. Дальше там находится вот такая большая круглая матрица. И, соответственно, из матрицы выходят уже гранулы. Нори поднимается в охладительную колонку, и мы получаем готовый продукт. Ого, какая она зеленая! Да, вот она, темно-зеленая, настоящая гранула из люцерны. То есть, кто не видел раньше, запомните, вот так она должна выглядеть. Ни зеленая, ой, ни желтая, без большого количества соломы внутри. То есть, вот она, настоящая гранула. Но это, конечно, я так скажу, даже не первый класс, а премиум уровень. Потому что для первого класса у нас проходное качество где-то 19-20, там, ну, по нормативу, 19% белка. Здесь где-то 22-23 сейчас идет. А мы сможем мне, ну, домой положить? Можем. Вань, ты же понял, что я тебе говорю чисто на камеру? Я тебе ни хера мешок не дам. Нет, ну, в смысле, продаж? Я шучу. Нет, ну не надо, слушай. Единственный момент, мы используем вот такие сетчатые бункера. Ну, во-первых, они нам дешево достались. Здесь традиционно на Кубани производят рис, и вот такой тип бункера очень часто использовался для хранения сушки. Ну, сушки риса. Там двойное дно, идет теплый воздух вверх и выходит изнутренне на внешнюю часть через эти вот отверстия. Вот. За счет этого происходила сушка. Ну, мы используем вот эту остаточную вентиляцию. Ну, для, если вдруг у нас там что-то, допустим, мы там влагой, может быть, не угадали. Но наша практика покажет, что это просто вот такие бункера у нас есть, и все. У нас есть сплошные бункера, цельнометаллические. И, в принципе, там, она гранула хранится, там, необходимое количество времени, пока мы ее там в биг-бегине или в мешке не запасываем. А дальше все просто. У нас подъезжает трактор в конце смены, и все количество мешков, сколько здесь стоит, отводят насквозь. Вот это гранула, это ноу-хау или, ну, все-таки это уже просто хорошо старое, забытое? Это хорошо забытое, старое. С 60-х годов производят этот продукт. В России больше всего, в СССР бывшем, это 70-е, в основном, рост был по 80-е годы. По-моему, до 2 миллионов тонн в СССР производилось этого корма. Я знаю точно, что в любом крупном колхозе в СССР одна-две таких установки стояли. Сейчас почему их нет? Ну, во-первых, 90-е годы прошли небесследно. Металла много, работать на этом оборудовании уже сложно. Ну, все-таки это, видите, тут все совмещается. И полевые работы, ну, надо все вырастить, скосить вовремя, свежие привезти. Потом все-таки газовая или дизельная сушка тоже требует квалификации необходимого для этой работы. Ну, и грануляция тоже не всегда была. То есть все-таки в деревне такой набор специалистов, они всегда были в цене. А 90-е, видите, народ поехал в город, металл стали срезать и практически везде все порезали. Сейчас уже как бы есть на то спрос, но, скажу так, ну, а предложить-то и нечего особо. Мы-то готовы развиваться, но у нас для развития требуются крупные инвестиции. Такой завод с нуля поставить практически невозможно. Потому что один лимит по газу, чтобы получить, это столько мороки. У тебя газ здесь? Да, у меня газ. Это очень технологичное топливо, но нам повезло, что это все осталось советского времени здесь. Здесь трубы были, лимиты были. Понятно, что мы газовое оборудование целиком новое поставили, потому что оно уже по сроку не проходило. Вот. Оборудование мы по электрике, по автоматике тоже все новое поставили. Ну, с виду, конечно, он старенький стоит, но мы просто уже года три его не красили. Он такой вот. Ты говоришь, это советское оборудование. Как это досталось себе? Ну, мы находимся на территории бывшего колхоза. Оно здесь и стояло. Ну, это в 90-е как-то что-то там завалчивое поменялось. Ну, я так скажу, по-моему, этот завод до 2004-го, наверное, даже до 2007-го, наверное, он работал. Ну, он работал рывками. Там больше даже иногда стояли смесители обычные. Они такие рассыпуху делали для свинарника, для местного. Насколько я знаю, как бы активной работы здесь уже особо не было. А мы начали, восстановили это предприятие в 2012-м году. И с тех пор вот пытаемся развиваться. Но, честно сказать, мы влезли в дело, которое оказалось сложнее, чем наша возможность. Потому что те суммы личных денег, которые потребовались для пуска, оказались одни. Потом оказалось, что нам по газу пришлось все новое ставить. С полями там у нас дела не так всегда складывались хорошо, чтобы там и сырья хватало. И вот как-то оно так все идет. Вроде понимаешь, что дело хорошее и стоящее. А идет оно сложное. То есть, ну, сложный процесс, сложные требования. Но это на сегодня рентабельный бизнес или, скажем, он такой... Я так скажу. Пассивный? Нет, ну, он, конечно, приносит какие-то деньги. Но он крайне нестабилен, если нету хорошей сырьевой базы. Вот у нас в этом году, 2020 год, он крайне неблагоприятный. Вот в нашем северском районе, да и по всей Кубани и югу России сложился. Для люцерна. Засухо. У нас была холодная и сухая весна. Что... А весенний травостой, там, до конца июня, это у нас 60% успеха годового. То есть, и сырья в основном и оттуда получат. Да, в середине лета были дожди, но они уже кардинальную ситуацию не меняли. Сейчас тоже вот аномально сухая, теплая осень. В принципе, что нам позволяет докосить там небольшие остатки, там, что у соседей выросло. Потому что сейчас на сену уже никто ничего сделать не может. Там нам с удовольствием отдают эти поля. То есть, сырьевая база в нашем случае оказалась определяющим. Потому что мы на большие объемы так толком и не вышли там, чтобы делать там... Чтобы я, как производитель, понимал, что вот я на 100% эффективно организовал свое производство. О! Ну, видно, здоровые такие все. Ну, я тебе рассказывал, сестра меня попросила съездить к человеку. Давно уже была история, я думаю, рассказать можно. Он занимается производством молока для сетей. Ну, и понятно, он говорит, Константин, но у нас живого сырята в России-то уже нет молока в том количестве, как надо. И большая часть молока, процентов 80, наверное, делается из-за порошка. Ну, и, соответственно, и порошок это в основном уже сейчас в Гелоруссии ведут. Понятно, что живого молока, того полезного, который мы хотели бы пить каждый день, его нету. А я в семье традиционно, 3-4 литра в день, мы всей семье выпиваем. Я тогда завел первую козу. Для себя? Для себя. Для Себе. И вот так получается, спустя 3 года, при желании, я вот разросся, у меня уже 50 взрослых коз, плюс молодняк подрастает. Можно вопрос, они не агрессивные? Нет, они все ручные, руками выдавленные. Породы разные, от беспородных до нубийцев. Вот. Конечно, они тут вмешиваются кое-куда, где-то хулиганят, где-то гадят. Ну, ничего, я так скажу. Они только у тебя на твоем же икорме, да? Да, вот у нас все очень просто происходит. Нужное количество, там, два ведра, грубо говоря, одно сюда, другое сюда высыпают. Соль обязательно. Да, и соль мы тут вот и пойдем, лизунцы. И все, и у нас основной вопрос по кормлению закрывается сразу. Кость, перебью тебя. Они вот этот порошок съедают или нет? Или только гранулы? Съедают. Просто это, вот знаешь, все животные, как и люди, разные. Я заметил, что у меня есть животные, которые очень любят именно муку. Пожаловывают. А кто-то, наоборот, целые гранулы кушают. Ну, поверьте мне, если я там вечернюю порцию им не дам, то к утру здесь вообще ничего не останется. И муку эту тоже они съедят. Да, красавица? Вот хорошая нубистка. Хорошая, хорошая. Вот. Они были в свое время выкормлены из бутылочек, поэтому к людям относятся как... Реально хорошая, породистая коза. Ну, может быть не 100%, нубийка, но 95%, наверное, у нее есть. Надо посмотреть по документу. И всех ты на молоко, да? А? Все молоко дают? Ну, эти-то нет, еще молодняк. А так, конечно... Ну, честно скажу, когда-то было время, сами занимались своими руками. Но сейчас уже на это ни времени, ни сил не хватает. У меня рабочая, ну, семья тут работает, они приходят. Кстати, Вася, который был здесь. То есть как бы с супругой. Сейчас с работой тяжело, и иногда, когда ты работаешь без убытка и даешь людям место работы, то уже, наверное, одно того стоит. Сколько земли у вас? Ну, мы говорим про люцерну. Под люцерной сейчас у нас небольшие площади. У нас сейчас порядка... Где-то 70 гектар. Но это связано с тем, что... Я объясню ситуацию. У нас в прошлом году выкупили порядка 27 гектар люцерны. Но у нас все-таки в основном арендная земля. И там свои риски с этим связаны. Ну, и второй момент. Мы большой участок готовили для посевов в этом году под люцерну. И его тоже купили, как назло, зимой. Ну, и получилось, что мы, так скажем, ни одному из этих планов по увеличению площадей у нас не удалось реализовать. Вот. Но, опять же-таки, если правильно организовывать этот процесс, параллельно должен быть еще и процесс сцены заготовки. Сколько нужно... Ну, наверняка ты уже понимаешь, сколько тебе нужно земли, чтобы вот... Я так скажу. Перекрывать все подряд. Мне нужна другая погода. Мне для эффективной, хорошей загрузки завода в первые два укоса достаточные 100 гектар. Потому что, если хорошая люцерна стоит, где мы будем по 3-5 тонн с гектара получать своей готовой продукции, нам хватит и 100 гектар. Но потом вмешивается погода, и какая будет середина лета, какая будет осень. И плюс вегетативная фаза растения, она уже не столь активная, а не во второй половине года. И у нас так получается. Если нам полей много, то у нас в первую половину года всегда избыток сырья. Поэтому я и говорю, надо излишки всегда понимать, куда ты денешь. То ли ты на сену ее накручишь, на дальнейшую продажу. То ли у кого-то животноводство силосное, там, сенажные ямы заполняют. А вторая половина года у нас всегда под большим вопросом в связи с погодой. Вот у нас 18-й год засуха. Бамс. Большой-большой минус и сложности. Сейчас вот год такой, 20-й тоже. 19-й был хороший, вот. 19-й? Ну, 19-й, да, мы отработали, у нас, знаете, как по расписанию. Две недели дождь, две недели дождь, две недели дождь. И мы очень ровно отработали. Все, конечно, говорят, ребят, да давайте делать полив. Я говорю, ну давайте сделаем. Начинаем. Проект сделай, воду найди, проведи. Мы получаем инвестиции по поливу, сопоставимые со стоимостью того же завода, например. То есть там, ну вот представьте, на 50-е... Жолотые поля. Ну, 50-60 гектар сделать под полив, то есть, ну это не 1 миллион рублей. Это, я думаю, под десяточку, да, выйдет. Опять вопрос. Если делать, то не на арендуемых. Конечно. Если делать на своих, то еще надо 100-130 тысяч на гектар, чтобы выкупить эту землю. И мы получаем бюджет, проект в 20, там, миллионов рублей, там, в 15 миллионов рублей. Ну, были бы эти деньги с поддержкой, с какой-то государственной, я бы, конечно, с удовольствием взял бы на себя. А поддержки не было? А вот так и скажу, я не раз сталкивался с абсурдом, потому что все в Минсельхозе говорят, Константин, молодец, вы такое дело сделали, завод восстановили. Я говорю, так, слушайте, ну это все понятно, а вы мне поддержите финансово, там, грант какой-нибудь, еще что-нибудь. А у нас все получается, то кормопроизводство не имеет каких-то отдельных субсидий. Один раз я вам помню, ну, просто как пример говорю, со страхованием посевов. Узнаю, что мне тогда рассказывают это, оказывается, у нас кормовые посевы страхованию не подлежат. То есть у нас зерновое направление можно застраховать, подсолнечник ты можешь застраховать, там, ну, а оказывается, то, что ты на корма сеешь, там, то есть ты страховать уже не можешь. С чем связано это требование? Ну, это как пример. Ну, то есть ты же уже не пытаешься, там, с ними ругаться. Так что они тебе говорят, я не понимаю, у нас прихожих, говоришь, дайте грант, они что говорят, иди, спасибо. Так, а где, вот, понимаете, у нас эти гранты часто, вот, я вам говорю, у меня вроде бы, так скажем, ну, не боюсь я, там, сходить, пообщаться с людьми. Зайдешь там, все на сайте, на сайт зайдешь, дебри написаны, куда там лазить. По сути, нужен какой-то посредник между реальным фермером, который работает, и государством, которое выдает эти деньги. Потому что, ну, мое мнение, вот есть администрация, административная структура района, например, связанная с сельским хозяйством. Но не должно быть так, что идите, читайте, и заполняйте, и приносите. Я вам так скажу, ладно, я еще какой-то относительно продвинутый, там, молодой, сидящий за компьютером. Куча работяг, которые с техникой не слазят, он никогда вам никакого бизнес-плана и расшифровок не сделает. Он сайт никогда не открыт. Вы можете сказать, ну, раз он такой глупый, он так и работает. Я говорю, да это не совсем так. Он просто занимается своим личным делом. А вы просите человека стать финансистом, экономистом, еще и бухгалтером, еще и потом юристом. И вот эти вот все совместить и вырваться туда, отстоять эти очереди. Если он там будет пороги оббивать, он когда работать будет? Ничего не вырастет. Ну, у нас так всегда. Кто занимается производством, упускает время в коммерции. Если занимаешься коммерцией, значит, ты в производстве не дорабатываешь. В итоге тебе они говорят, что... Я не говорю, что кто-то конкретно мне говорит. Я вам просто говорю, что по факту за 8 лет работы в этом сфере, настоящей, действенной поддержке льготы в той или иной форме, я не получал ни разу. Есть. Пой, что это такое? Ну, я его в шутку называю луноход. Ну, это реально луноход? Ну, да, 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 луноход. Это белорусского производства, машина для опрыскивания, внесения удобрений. А, это как опрыскиватель? Ну, здесь насадка меняется. Здесь может стоять как бак с опрыскивателем, так и рюмка для разбрасывания удобрений. Я же забыл, как она называется, эта модель. Ну, короче, в Белоруссии делают. Здесь в чем фишка? Эти колеса очень мягкие. Вот, они когда идут по ранней озимке, которые еще не формируют стебля... Не топчут. Да, оно практически полностью поднимается. И плюс она едет в любую грязную погоду. Ну, я имею в виду, то есть болотистая местность, там какая-то подмокшая, ее не останавливают. 40 километров идешь на ней как по асфальту, по полю. То есть очень мягкие. И по воде, наверное, есть, нет? Нет, она, конечно, в открытые лужи на ней лучше не ссуваться, потому что у нее протектора, как такового, толком нету. Ну, полный привод дает о себе знать. В принципе, она в обычных рабочих сроках, она позволяет залезть раньше, чем на тяжелой технике. Ну, производительная специализированная техника, одним словом. То есть трактор все-таки это в основном какой-то более универсальный, соответственно, для отдельных задач он часто не оптимален. Ну, например, зачем возить конструкцию весом 6-10 тонн, если вот эта вся система весит 2, например. И при этом у нее площадь колес и проходимость совершенно другая. Это ты где-то взял? Это Росап, Росап. Вспомнил ее название. Я ее не брал. Это вообще вот у меня есть сосед тоже, мой тезка Константин. Вот он ей пользуется. У нас с ней такой, как и должно быть, фермерских хозяйств малого размера. То есть мы друг другу помогаем. То есть он мне помогает, мои объемы работ выполняет на этой машине. Где-то я ему помогаю на других там видах работ. То есть мы, так скажем, проводим вот эту кооперацию, так скажем, по каким-то отдельным участкам. Мы, как и положено в наше время сейчас, каждый там условно объем работы, который он делает, стоит денег. Я ему плачу там за это. Он мне дает относительно выгодное предложение в связи с тем, что мы все время рядом и помогаем друг другу. Ну, я думаю, как говорится, мы всех все устраиваете, слава богу. Блиц-вопросы. Внимание, блиц-вопросы, Костя. Костя, сколько лет ты, получается, работаешь? В сельском хозяйстве я 8 лет. 8 лет? Даже 9, наверное, да. 9 лет. За 9 лет работы было ли твое предприятие на грани банкротства? Ну, что вот все, руки опустились, денег нет, все. Раза 3 хотел бросить. Да? Да, и... Бросить или вот, ну, вот грани банкротства, когда, ну, нету, нету. Нету. А вы знаете, финансово тяжелое состояние у нас, вот, по-моему, хроническое. Оно вот как пошло из-за недофинансирования, начиная от капитальных затрат, которые не позволяют тебе оптимально организовать работу, и заканчивая оперативными, как бы, средствами, которые должны быть в достаточном количестве. Потому что, ну, вдаваться в детали по финансам, вот есть цикл производства. Вот у нас производственный цикл, условно, год. И тебе, если ты продаешь на 10 миллионов, тебе надо, условно, на 8, допустим, миллионов вложиться в этот бизнес. Ну, что-то в начале года, что-то в середине, ближе к концу. И получается, если у тебя этих денег нет, то ты должен идти их занимать. Но это неизбежно. Вот почему часто вот люди, может, кто не вникал в эту ситуацию, почему в сельскохозяйстве такие большие нужны кредитные ресурсы? Да потому что цикличность год. И вот все, что мы рано работаем, мы продаем один раз в году, условно, когда у нас урожай. И все, до этого момента мы либо тратим свои сбережения, которые должны быть, либо заемные средства. Конечно, были такие ситуации, когда там и бросить хочется, и тяжело, и выхода нет. Слушай, вот ты 9 лет, у тебя опыта гораздо больше, чем у меня. Вот за 9 лет ты видишь свой рост, что ты растешь, что оно все-таки становится, жизнь немножко лучше, докупается какое-то оборудование, предприятие растет, также твой доход растет. Или же это, знаешь, из года в год все хуже, хуже, хуже. Ну, я так скажу, я по-своему как бы с рождения оптимист, ну, вот сейчас я прекрасно понимаю смысл шутки, кто такой пессимист. Пессимист это опытный оптимист. Вот, конечно, сказать, что стало в чем-то легче, но, наверное, может быть, вот последние пару лет там грех жаловаться, ну, цена на зерно подросла. Вот. А в остальных во многих вопросах, мне кажется, сложнее стало. Ну, я могу по частям. Например, по людям стало точно сложнее. 100%. По финансам точно сложнее. Доступность не снизилась. По каким-то отраслевым изменениям, где там спрос растет, еще что-то. Ну, видите, мы идем в ногу с животноводством. У нас прорывов животноводства в России тоже не происходит. То есть у нас приблизительно эти статистики, даже официально они остаются там практически без особой динамики. То есть сказать, что в чем-то мы лучше становимся, ну, или легче, я бы вот так не сказал там. То есть, да, опытнее становишься. Может быть, ты уже не так нервничаешь там по... Ты уже привык. Да, да, ты вот становишься более тертым. То есть вот мы вот в этом году, вот я так скажу, вот мы посеяли там 70 гектар сои. Вот до начала августа мы всю работу провели правильно. Сделали по технологии. Победили сорняк. Победили вредители. То есть у нас вот на начало августа все вот стоит. Она зеленая, плотная. Идеально. Да, вот реально, вы знаете, осталось месяц до уборки урожая. Я думал, ну уж как минимум. Небольшое плюс я здесь заработаю. Но в августе у нас насадковка и жара. В сентябре у нас то же самое. Понятно, что когда во второй половине сентября мы убираем, у нас бобов нужное количество есть. Но каждый боб в два с половиной раза меньше того размера, что он должен быть. То есть, да, помешала погода. Но ничего нету, что нас защищает в этой ситуации. Да, все говорят, идите страхуйте. Мы когда начинаем идти в страхование, у нас какие проблемы начинаются? Ты должен все свои затраты показать официально. Слушайте, ну давайте честно расскажем. Любая официальная статья 20-30% к ее увеличению. Как только ты начинаешь плодить эти бумаги. Причем самое обидное не то, что мы там, сделав это, обогащаемся. Мы просто сберегаем все деньги, которые и так теряем иногда в связи с этим неурожаем. То есть, и получается, мы вроде бы все делаем правильно, а все риски ложатся на нас, на обычном ферме. Нету вот реальной системы, которая бы позволяла нас защитить. Работа на земле тяжелый труд. Он не всегда приносит к сверхдоходам. Здесь, знаете, как говорят, на земле никогда не разбогатеешь. Ну и с голода не помрешь. То есть, вот как самозанятость поддержать в государстве российском, где у нас земли-то немерено, но дайте людям возможность работать. То есть, мы хотим себя прокормить, но давайте как-то шаг за шагом этим решать. Ну как так? У нас в советское время в СССР было 65 миллионов, по-моему, коров там, или сколько, 25 миллионов там, да? А сейчас их там всего шесть. Ну, то есть, а молока у нас на прилавках только больше стало. То есть, мы видим конкретные пункты, которые мы можем целенаправленно за 3-4 года выровнять. Программа какая-то государственная, четкий шаг за шагом. То есть, мы можем привести к этому. Но этим никто не занимается, по большому счету. Потому что, ну, наверное, нету такой цели. Не из-за того, что не могут. У нас, в нашем государстве, если волевое решение поступит сверху, я уверен, оно будет реализовано. Но это правда так. Мы всегда так в России жили. Какого-то диалога вообще нет. То есть, вот, чтобы ко мне кто-то приехал, Константин Михайлович, как вам помочь? Вот у нас есть поддержка, у нас есть на район там или на окраин нам денег дали. Давайте, вот мы знаем, что вы сделаете. Давайте мы вам дадим. Вот вам девушка наша, сотрудница, в помощь. Она все бумаги составит. Подпишите, пожалуйста. Вы работаете. Мы знаем, что вы человек занятой. Но она вам все поможет. Мы вам выделим грант. Вы купите себе, наконец, новый комбайн. Вы, наконец, купите себе вот этот склад, который 2 миллиона все никак найти. Не могу устроить его. То есть, нету этой работы. Мы не нужны. И что я еще хотел сказать? Кадры решают все. 100%. Все решают. Весь вопрос сегодня. Вот сейчас, куда ни копни, любого фермера и все. Сейчас трактористы найти, это целая проблема. Все говорят, деньги платят мало. Я говорю, ребят, вот на этих тракторах, вот тут сейчас не видно, там Джон Диры, которые по 10 миллионов, да, они чуть дальше стоят. Там 50-70 тысяч вполне реально зарабатывают. Я согласен, это может быть не самая большая зарплата, там, по меркам Газпрома, по его средней зарплате по России. Но для села, где человек еще получает где-то фураж бесплатно, может свое домашнее хозяйство содержать. Тем самым снижает ежемесячные затраты на ту же основную статью по питанию, здоровое питание, соответственно, к врачам меньше бегает. То есть, это все равно хорошая подспорья. Но это системный вопрос, который каждый из нас, отдельный фермер и даже крупное предприятие, оно не решит. Вот у нас уже этих специализированных учебных заведений единицы остались. А учить их надо уже по-новому. Уже учить надо на новую технику. На Джон Диры, да? Ну, Джон Диры или, например, те же системы навигации, например. Каждый раз сначала у нас директор разбирается, как она работает, потом он это разбирается вместе с главным инженером, потом главный инженер ломает голову, как это все своим трактористам объяснить. Хотя, по идее, человек, получивший этот, ну, диплом, как тракторист, он уже должен прийти готовым работать на современном оборудовании. Но, я еще раз говорю, есть моменты, которые, вот, придите нас, спросите, что нам нужно. И мы образовательному учреждению сами расскажем, какие люди нам нужны. У нас сейчас тоже этого диалога нет. Какие-то профессии старые, но я согласен, они нужны. Ну, программу обучения-то тоже менять надо. Время бежит. У нас 30 лет прошло, мы все тому же учим на тех же, та же тракторах. Не, основу надо знать. Но это первый курс. А последний курс? А последний курс надо все-таки рассказывать про современные вещи. Да. А это вот в свое время посмотрел, как сделать доильную зону на 6 коз. Все вроде бы не козистое, деревянное, но на самом деле стоило мне это буквально, там, может быть, там, 2 недели времени максимум и материала. Зато у меня с одной стороны козы заходят, в другую выходят под такой... И это все без автоматики. Дверцы сами закрываются, кормушки вперед отъезжают. Ну, я так скажу, что я очень доволен результатом. Многие люди, кто смотрел, был... Взяли на вооружение. Ну, кто-то на вооружение взял, кто-то просто похвалил, говорит, молодец, придумал. Просто это был для меня эксперимент. Я тогда не считал нужным сделать из более добротных материалов. То сейчас, если вдруг захотим, то уже можно будет сделать из металла, там, более надежно. Слушай, скажи мне, может, подписчикам будет кому-то интересно. Такое количество коз, что с ними делать? Ну, это кажется, что много. На самом деле, на мой взгляд, если у вас коз меньше 30, вам, наверное, даже не стоит этим заниматься. Ну, это про продажи мы говорим? Про бизнес? Ну, смотрите, ну, если у вас... Ну, знаете, как бывает часто? Я вот расскажу, как оно на бумаге. Но Суворов говорил, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот каждая коза вам может принести в среднем 2 литра в день, да? 60 литров в день, да еще если по 100 рублей продать, как все думают, 6 тысяч рублей в день. Это же какие деньги, да? Это можно только этим и жить, и ничем не заниматься. Но на практике не все так легко. Люди начинают платить за корма, платить за электроэнергию, платить рабочим, если они у них есть. Вот. А потом начинаются, не дай бог, болезни, необходимость смены племени, и идут затраты, которые тянут. Но самое важное, это не эта работа. Для большинства желающих заняться животными, есть вопрос капитальных, первоначальных затрат. Помещения. 100%. А где-то земля для выгула. А это часто для обычных людей, которые вот готовы работать целыми днями, с животными заниматься, неподъемные суммы. Вот на этом этапе, я считаю, необходимо, ну, может быть, государству, где-то правительству, там, заниматься. Вот на самом деле, с животноводством, сельским хозяйством, а тем более животноводством, занимаются в каждом районе единицы. Этих людей... Пойдем. А то нам тут воздух портят. Вот этими делами занимаются единицы. И по большому счету, все, что нужно, ну, правительству, это вот найти этих 30-40 хозяйств. И дать им возможность. И дать им в каждом индивидуальном порядке работать. Вот. И поддерживать. А у нас получается так. У нас где-то для всех подряд выкладывается эта информация. Те, кто работают, они ничего не знают. А те, кто случайно узнал об этой информации, начинают думать, как бы их освоить. И в итоге, те, кто только начинают впервые осваивать деньги, у них из-за отсутствия опыта это часто не получается. До свидания. Зато они осваивают эти бюджеты. А те, кто постоянно работает и некогда заниматься вот этими делами, они остаются в той же тяжелой промыльной ситуации, какая у них есть, там, из-за нехватки того или иного. Они сейчас меня съедят. Ну да. Пойдем. Они очень любвеобильные.